Разговор в прошлый раз шел о подготовке к войне в Рамот-Геладе, так сказать, за Иорданией, на восточном берегу, там, где царю Ахаву приспичило аннексировать территорию, которая раньше принадлежала к действительной веке. И говорили мы о том, что Ешафат, царь Иуды, при этом находился у него в гостях и получил крайне неожиданное предложение от царя Ахава поучаствовать в военной операции. И мы объясняли, что по определенным причинам, по ряду причин, царь Ешафат, несмотря на свою праведность и мудрость, пошел на то, чтобы поучаствовать в этой военной операции. Он согласился, и что единственной надеждой его было обращение к пророкам, что Ешафат надеялся, что сейчас мы обратимся к пророкам, и пророки скажут, что идти нельзя. А понятно, что был очень хорошо готов, Ахав к этому делу, и мы сказали, что он приготовил пророков заранее. И то, что мы обсуждали, как это все происходило, довольно-таки хитро было все организовано. Как в сложнейшую ситуацию попали оба царя, потому что, с одной стороны, вроде бы как бы нормальный пророк, профессионал, человек, которого знали, которому можно было доверять, начал говорить какие-то совершенно запредельные непонятные вещи, что, мол, творец специально, чуть ли не сам послал сюда некого стратегического дезинформатора, какой-то дух, который перевоплотился в пророчество, и мы, так сказать, просто пожали плечами, как это такое может быть, чтобы душа человека, покинувшего сиюю доль страданий, уже успокоившаяся там, жаждала мести, приходила к Богу и спрашивала, можно я его... Что это такое? И более того, даже если допустить, что она может вот так вот жаждать мести, что она может вот так вот пытаться добиться справедливого наказания, душа человека в том мире, но как она может перевоплотиться в дух пророчества, то есть как душа человека вдруг становится просто некой стратегической дезинформацией, путающей каналы связи человека с Богом? Все эти вопросы пока остались без ответа, но так или иначе, Миха, настоящий пророк Михаил, посажен в домашний арест до счастливого возвращения царя Архава с войны. Битва, которая состоялась в Рамот-Келаде между евреями и арамейцами, без всякого привлечения, самая странная и оригинальная из всех, наверное, описанных в святых книгах. У нас много странных военных операций, описанных в святых книгах, хотя бы потому, что открытое присутствие Творца все время что-то меняло в нормальном ходе войны, что-то происходило неправильно, незапланированно, ненормально. Но здесь потрясающая оригинальность этой битвы была связана с тем, что все участники вели себя как-то очень-очень странно, не исходя из самой войны, не исходя из самой тактики и стратегии ведения боя, а исходя из каких-то совершенно других, параллельных этому идей и положений. Даже царь Бен-Адад, который уже имел удовольствие столкнуться с еврейским народом, как мы с вами помним, неоднократно и потерпел поражение, и в итоге должен был очень болезненно откупаться от евреев, он тоже вел себя крайне странно. И вся эта странность была связана с тем, что арамейская разведка, как объясняют наши комментаторы, великолепно работала. То есть вся эта сцена, что придает ей безусловно такое, знаете, экзистенциальное безумие, вся эта сцена с пророком Михаилом, который рассказывает о том, что в параллельном мире вот такое происходит, тут подходит к нему другой пророк Цитке Бен-Кнан, у которого на голове железные рога, и бьет его по физиономии, говорит, ты че, а это же я пророк, у меня же было видение, а ты откуда знаешь? Если бы то, что ты рассказываешь, было, так я бы тоже знал. Это все происходит при скоплении народа, среди которого находятся представители арамейской разведки, шпионы, которых Бен-Адад оставил, благоразумно оставил под прикрытием в Шамироне, для того, чтобы следить за идеями и движениями исключительно оригинального человека, царя Ахаха. Потому что действительно, что в следующую минуту придет в голову такому удивительному царю, как Ахаха, было очень трудно предугадать. И Бен-Адад, его арамейские соседы, в общем, главный противник, оставил штат разведчиков, которые за этим всем внимательно следили. И когда они донесли Бен-Ададу обо всем, что там случилось, и более того, был передан точный-точный текст Михи. А этот текст же, он очень прихотливый, его трудно трактовать каким-то другим способом. Потому что Миха, когда он рассказывает всю эту историю о ситуации в параллельном мире, еще до этого он успевает сказать, что я вижу евреев, которые разбрелись, как овцы, у которых нет пастыря, и слышит голос, как бы голос Бога, который говорит, нет хозяев у этих, пусть люди вернутся по домам. Пойдут по домам. Что это означает? И Раши приводит здесь, мы просто в прошлый раз очень коротко все проходили, сейчас надо немножечко углубить, чтобы хоть что-то здесь понять. Раши приводит, ты один погибнешь в этой войне. Вот буквально следующая мысль, что значит нету хозяев у этих, что вот эти все люди, вся армия, она останется. То есть фактически никаких жертв в этой войне не будет. Но Ахав погибнет. Как такое может быть? И парадокс всей этой ситуации в том, что если бы шпионы этого не слышали, вообще непонятно, как такое могло бы быть. То есть как могло бы быть, что нормальная битва, нормальная война происходит так, что погибает только царь Ахав, а все остальные спокойно расходятся по домам, никто ни в кого не стреляет. Единственная честная и справедливая война, которую я признаю и понимаю. Что зачистщика убивают, а все остальные... Я хотел об этом говорить, это отдельная ваша идея. Дуэль между президентами? Да, да. Дуэль обнимает. Да, да, да. Виновников положить в сырую землю, пожать руки и разойтись. Совершенно верно. То есть Ибен Адад получил эту информацию. Именно потому, что он ее получил, арамейский царь. А он, как мы с вами помним, был человеком не чуждым всяких духовных дел, потому что, видите, он требовал свиток Торы именно, если его полное тело евреев. То есть он нажимал на этот клапан. Он, как получил информацию, глубоко призадумался. Что нас ждет на этот раз? Уже было два представления совершенно парадоксальных. А тут еще что-то. Причем такого мы вообще не видели. Чтобы профессиональный человек, пророк, видно, очень серьезный, который поставил свою жизнь на код. Потому что мы же говорили, что если ты вернешься живым, говорит Михаил, перед тем, как его уводят, значит, арестованного, то считай, что со мной Бог не разговаривал, значит, я лже-пророк, меня можно будет в рабочем порядке задушить, удавить, казнить. Так человек поставил жизнь свою под это дело, что вот все вот именно так произошло, и только один погиб. И Бенадад принимает удивительное решение, аромейский царь. Он вызывает себе перед битвой 32 офицера, военачальников своих, и говорит им, что вы должны так проинструктировать народ, чтобы никто ни с кем фактически не воевал. Единственное, с кем нужно воевать, это с царем Ахабом. То есть его нужно каким-то образом найти, распознать. И вот его нужно убить. Потому что есть мнение, как говорили в старые времена в Советском Союзе, есть мнение, что погибнет только он. Все. Поэтому у нас сейчас будет очень хорошая война. Никаких потерь, ни с какой стороны. Все должны быть живы и здоровы. Но царь Ахаб должен погибнуть. Поэтому мы должны приложить все усилия, для того, чтобы больше никого не убили. Вот такой парадоксальный приказ. Ну, поскольку Бенадад, как известно, тоже был довольно-таки большой оригинал, его военачальники не сильно удивились, этому бзику, и попытались это все организовать. Но царь Ахаб, естественно, он тоже абсолютно не был настроен лезть буквально на стрелы, на копья и погибать в одиночку. То есть, будучи исключительно умным человеком, он понимал, что есть это серьезная вероятность. И Михаил, вот этот человек, который с ним так разговаривал, пусть меня убьют, если тебя не убьют, он взял на себя очень большую ответственность, он с ней очень уверен в том, что он говорит. Да, конечно, Ешафат со мной согласился, мы идем воевать, отменять уже ничего невозможно, Рамон Гелат наш, никуда от этого не денешься, но все-таки вся эта картина, вся эта история, которую Михаил рассказывал, действительно, как будто он прямо вот там присутствовал, как Господь Бог принимал эту душу на вот, и чуть ли не посылал сюда, эта история сильно очень подействовала на Ахаб. И он кое-что придумал. Придумал он буквально две потрясающие вещи. Но перед тем, как мы все-таки перейдем к описанию этой битвы и к тому, чем она в действительности закончилась, буквально два слова по поводу параллельного мира и того, что там случилось. Потому что если мы хоть как-то не объясним все эти невероятные энергетические перетурвации, которые произошли вокруг души Навота и всего этого засылания дезинформации, мы, конечно, не поймем и дальше тоже, что происходит. Точно. Я вам сейчас осторожно прочитаю, медленно, три строчки, которые на эту тему пишет Мальбер, наш великий комментатор, который действительно очень точно, очень осторожно обходит все подводные камни в этой ситуации. Во-первых, он говорит от имени, от имени, как бы, Михи, пророка Михи, что то, что Миха говорит «я видел евреев, рассеявшихся по горам» и так далее, это еще говорится не в виде пророчества. То есть он еще не имеет пророчества, мы об этом в прошлый раз говорили, это некое его просто видение. Он увидел, будучи человеком исключительно чувствительным на такие вещи, он как бы увидел будущее на секунду, как оно будет, что евреи разбрелись и хозяина нет. А потом, после этого, когда он уже начинает рассказывать, слушая слово Всевышнего, Мальбер пишет следующее. «О объяснении этого видения такового». По-простому. Какое это может быть по-простому, интересно знать. Ну, то есть он пытается как можно меньше кабалы сюда засунуть, когда-то свое объяснение, потому что действительно очень тяжело по-простому. Что он рассказал в этой притче, слово «машаль» здесь произносится, это очень важное притчевое слово, потому что многие комментаторы его здесь приводят. И хотят нас немножечко успокоить со всеми этими мистическими перетурбациями, сказав, что это не настоящее такое, где-то было в параллельном мире, а это вот просто рассказывает Михаилу, что как будто вот, как будто творец находится там, и как будто душа на вотах к нему приходит. Это вот как будто все. Это некая притча. То есть, сильно нас успокоит это или нет, мы посмотрим, но вот такая притча, что в момент, когда выходит высший приговор от творца, то есть тогда, когда творец дает приговор на кого-то, и в данном случае приговор, чтобы впал Ахаб в рамот Геладин. И так называемое воинство небесное, которое здесь упомянуто, которое является, пишет Мальмон, посланниками его руководства, которые готовы к тому, чтобы этот приказ исполнить. То есть, есть некий механизм исполнения. Есть приказ и механизм исполнения. Приказ исходит от творца, механизм исполнения называется воинство небесное, которое как бы готово находится вокруг и готово исполнить приказ творца. Теперь этот приказ был исполнен, почему и как? Значит, с помощью Ро, Духа, дальше надо понять, что хочет сказать Мальмон, то есть желание Ахаба, собственного желания царя Ахаба, его Духа, его настроя, идти на войну. Пророки, значит, лжепророки, они пророчествовали, как он хотел, что вот он сейчас пойдет и эту войну выиграет. То есть, первая часть, что хочет сказать Мальмон, что все эти лжепророки, которые собрались, это еще раз и еще раз мы повторяем, не были просто шалома, не были просто клоуны, это были люди, которые действительно ловили некую информацию, пытались что-то из атмосферы выловить какие-то позывные, духовные, и они выловили из атмосферы вот этот вот Дух Царя Ахаба, то есть его огромное желание аннексировать Ромод Гилла. То есть он настолько хотел забрать эту еврейскую землю, что вот в атмосфере было распространено его страстное стремление это сделать. А человек был огромный, человек был сильный, человек был накачанный знаниями Торы, как известно. И поэтому вот они вот что-то там прислушивались к атмосфере, и вот что-то они в этой атмосфере уловили, что вот в этой атмосфере есть некое желание, некая сила, которая подталкивает к войне и к победе. И они почувствовали, как будто это пророчество, это сила, да, как будто это нечто, что действительно исходит свыше, да, и они эту силу озвучили, они как бы перед царем Ахабом озвучили его собственную страсть к захвату этой территории. Вот такая удивительная вещь. Это само по себе заслуживает внимания. Тонкие люди, пусть даже нехорошие, пусть даже это лжепророки, пусть даже они там, как сказать, подрабатывали где-то, может быть, даже и долопоклонникам, все что угодно, да, но это были очень тонкие люди, которые привыкли прислушиваться к атмосферным вот этим энергетическим токам. И поскольку они привыкли это все слушать и слышать, и когда они на что-то настраивались, они это все могли улавливать. И когда сидит где-то человек и излучает какую-то сильнейшую энергию, прям вот ему вынь да положь этот Рамонгела. Не может он без него жить и спать, и кушать. И вот прямо вот это фонит. И вот этот весь фон энергетический, они улавливают, и они действительно прям с круглыми глазами говорят, «Иди, и ты победишь!» Мы чувствуем, мы ощущаем, прямо в воздухе разлита твоя победа. Это очень интересный момент. Насколько человек может настроить окружающую среду на то, что ему самому хочется. Хотя на самом деле окружающая среда, если действительно глубоко к ней прислушаться, может говорить и сообщать совершенно противоположные вещи. Но если ему так надо, все будут говорить, все, и средства массовой информации, и пророки, и газеты, все будут говорить, «Иди, и ты победишь!» Это первая часть. А вторая часть. А по форме, говорит Мальдер, грех сам спускается и совращает. Важнейшая идея. Может быть, без Мальдер ему вообще невозможно было догадаться до этой, на самом-то деле, простой идеи, простой мысли, что никакая не душа навода приходит к Всевышнему. Душа навода, который был наказан там за что-то, может быть, там где-то какие-то у него были грехи, хотя человек был довольно праведный, погиб в страшном уме, душа навода после этого успокоилась, все закончилось. Грех. Словом, вот это, руха Шель навода, дух навода, как это называется в Талмуде, и как это называется здесь, это не душа человека, умершего, это дух, который возник благодаря смерти навода. Что это такое? Духовная сила, которая возникла в мире благодаря убийству наводов, благодаря греху. Фактически само преступление. Само преступление, объясняет Мальбер, важнейшая вещь, совершаемая человеком, оно порождает некую, естественно, в мире энергию, силу. Некий дух. И вот этот дух, он находится где-то в тех местах, которые близки к участникам этого преступления. То есть, фактически, человек сам своими руками создает некий фон, фон блага или фон зла вокруг себя, естественно, своими действиями. Очень простая идея. И когда приходит какая-то ситуация, в которой человек, как мы говорим, шакун, 50 на 50, то ли он погибнет, то ли он не погибнет, то ли что-то получится, то ли ничего у него не получится. Вот в этой ситуации весов, обязательно на чашу весов, чтобы он погиб, сваливается этот дух злой, нехороший, который он сам своими руками создал. То есть, это то, о чем фактически рассказывает, говоря о параллельном мире, о механизмах параллельного мира, рассказывает Михаил, пророк, перед двумя царями. То есть, он не хочет сказать, видимо, они его тоже неправильно поняли, но он не хочет сказать, что на вот сам душа убитого, убиенного, невинно убиенного пришла к Творцу и начала жаловаться. Это странно. А другое, то есть, когда Творец устанавливает приговор, дает приговор Ахаву, который должен погибнуть, но чего-то не хватает в этом приговоре, как в Талмуде написано. Мы с вами говорили, есть такое место в Талмуде, где сказано, что Ахав был Шакуле, он как на 50 на 50, то ли его спасать, то ли его уничтожать, потому что очень большие у него были заслуги при всех его огромных преступлениях. Единственное, что полностью, резко, перевесило его преступление, это была история с Наводом. Этот несчастный виноградник, что он вот так вот обиделся на Навода, пошел домой и рассказал жене. Понимаете, человек только поделился с супругой. То есть, все, что он сделал в этой истории, он поделился, он знал. А если не знал, то он почти точно мог знать, ну догадывался 100%, что сделает его жена. Потому что жена его была человеком сильнейшим. И она, он понимал, организует все как надо, никакого навода, послезавтра уже никто не вспомнит, про его существование. Такая была женщина. И он понимал, что рассказывать ей это все не надо, и нельзя, и неправильно. И у него у самого были нравственные некие тормоза. Мы с вами помним эту историю. Он же не убивал Навод. Он ему ничего плохого не сказал. Он просто сильно огорчился, что ему такой садик, и он же свой садик этот представил. Страсти у этого человека были. Понимаете? Если вот я хочу Рамо от Гелат, то я его так хочу, что все пророки будут думать, что они от Господа получают информацию, что я пойду и победю. Понимаете? И та же самая история с виноградником. Он так хотел этот виноградник, что он заболел просто. Как? Я хочу, это должно быть моим. Я уже представляю себе, какой я там царский сад. Я уже все себе там сделал. Воображение. И так это его распирало, что он все-таки поделился с супругом. Наверняка. В момент, когда он ей рассказывал, он не думал о том, что она сейчас пойдет убивать. То есть, конечно, где-то пацан, он прекрасно понимал, что хорошо это все не закончится, но он же из-за виноградника рассказывал. Он просто поделился с супругой, какая беда. Вот почему я не в тронной зале? Почему я не работаю? Она говорит, что ты здесь? Иди работай. Ему жена сказала, если вы помните. Ты же политик, ты же профессионал, ты должен сидеть работать. Нет, не могу работать, у меня отобрали, такой сад. Просто пожаловался, дорогой супруг. Результат известен, и вот этот момент, вот именно этот, разговор с женой, десяти минут. он полностью опрокинул чашу весов человека, который всю свою жизнь ходил по этим подпольным синагогам и скрывал от своей жены и праведных людей у себя под носом, и кормил и поил толмудистов, которые изучали Тору под покровом его царского бездействия. Понимаете, то есть вот этот человек, который столько сделал на самом деле для Тора, с одной стороны, с другой стороны, столько натворил в области идолопоклонства, этот человек, он был 50 на 50, если бы не эта история с народом. Ну, непонятно. В принципе, у него уже были позитивные результаты какие-то, к слову, улучшения. Почему это не реализовалось раньше? То есть... Надо было дать ему, так сказать, довести как как... Ой, вы понимаете, то есть история, то, что улучшение произошло, это безусловно. Они пошли в улучшение, когда улучшение у них тоже не есть, дает возможность, у него уже было так, все, покаялся и так, он сделал шум, он раскаялся, и он поменял свое поведение, и все, все, все. Но! Зато друг наказание чуть-чуть. При этом, понимаете, есть великое правило. Сатана, которое пишется с Аканом, что дух зла, сатана, он нападает на человека в этот момент опасности. То есть, у нас с вами не может быть никакой уверенности, что было бы, если, и вообще, как известная история, не очень терпится слагательное наклонение, но мы можем предположить, чтобы если вы после этого раскаяли, Акаб вообще никуда не лез, и ничего не аннексировал, вообще никакой войны, сидел бы, он может быть бы и до старости, и все бы зависло в воздухе просто. Все эти пророчества, которые получил Илья, все просто висело в воздухе. Такой старичок раскаялся, и вот он бы до старости спокойненько, каким-то образом. Все во главу. Но вот, понимаете, втемяшилось, Рамон, Гелак наш. Есть здесь некая идея. Я ее, честно говоря, давно уже не проверял, потому что руки не находили. Но вообще есть такой пророк Амос. Это маленькая одна из книжек двенадцати пророков, третий по счету, там, первый, больший, второй, и третий Амос. И вот, значит, в книге пророка Амос это короткая книга, несколько глав. В ней говорится о наказаниях разным странам за то, что они делали гадости евреям. Среди них упоминаются арамейцы и Бенадад. И там написано, что арамейцы будут наказаны за то, что они подвергали евреев, живших в Геладе, не больше, не меньше, пыткам. То есть, есть некие исторические свидетельства о том, что эта территория, когда она была под арамейцами, вместе с теми небольшими еврейскими общинами, которые там оставались, она подвергалась очень-очень тяжелым гонениям вплоть до пыток. И, наверное, страстное желание царя Ахава вернуть Рамот-Гелад на место было не пустым. Это не просто так ему хотелось аннексировать эту территорию, вернуть. Может быть, он таким образом даже просто хотел прийти на помощь евреям. Эту идею еще надо проверить, надо углубиться в комментарии к Амосу, посмотреть, что там написано. Но это очень похоже на правду, почему? Потому что Ахау прям приспичило обязательно вернуть эту территорию. Там вот наших русскоязычных, то есть евритеязычных евреев в Рамот-Геладе армейцы притесняют. Ну, действительно, святая земля. Нет, это она с той стороны от Эрбана. И формально это вроде нет, но поскольку Мойши Равейну там же расселил три колена, и она как бы Рамот-Гелад наш. Ничего не скажет. Ну, не скажешь же, ну, наш же. Ну, тут, ну, что сделать? Сборная территория. Да. Ну, 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 понимаете? И вот он очень хотел вернуть, вернуть. И вот это вот желание, если он туда не полез, наверняка суд сверху не начал сам. Потому что это чаще всего так происходит. Вот сто примеров мы можем сами привести. Начиная про отца Ицкака, мы с вами говорили, что когда ему было два года, значит, Авраам провел эту замечательную трапезу, от которой ничего не пожертвовал Всевышнему. И Сатан сказал там в верхних мирах, что, мол, вот Авраам ничего не дал Богу от этой трапезы, а 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 от а а а а Два года было ребенку, прошло 35 лет. То есть ни о каких жертвах, принесения жертву Ицхака речи не шло. Два года было мальчику, и все затихло, все зависло. Что произошло? И только тогда, когда сам Ицхак разговаривал с Ишмаэлем на повышенных тонах, со своим старшим братом, и тот ему говорил, что вот ты сделал обрезание 8 дней, ничего не соображал, а я вот в каком возрасте, и я все дал, и позволил, и моя заслуга больше, а тот ему на это сказал, если бы Всевышний сказал мне, чтобы я отдал всю свою жизнь, я бы, вот, все, значит, там отрезало, сюда упало, человек сам сказал. Как только человек сам сказал, куда-то сам полез, тут же на него падает мешок. Этот мешок может висеть до глубокой старости. Если человек осторожно под ним, каждый раз, знаете, идет под этим мешком, и так на цыпочки, тихоечко-тихоечко, и опять прошел. Понимаете? То есть для человека может висеть приговор, и висеть, и не падать. Главное, чтобы не качать, не плевать, не стучать, и тем более не стрелять. Потому что ниточка довольно хлипкая, на которой это все висит над нашей головой. И вот эта проблема с Рамот Геладом, и проблема с Ахавом, она вот так вот описывается, что именно вот этот грех Ахава с наводом, эти 10 минут разговора с женой, которые еще раз, еще раз нам показывают, насколько муж отвечает за жену и жена за муж, насколько это единый человек. Что вот все поступки, которые происходят, делает ли это жена, и муж отвечает, или делает это муж, например, как в Талмуде, в трактате Абудезора написано, там муж себя как-то неправильно вел жене, за это голову отрубает. То есть ужасные всякие вещи. То есть абсолютно как единое целое может рассматриваться еврейская семья. Поэтому нужно, конечно, поглядывать внимательно за тем, что там супруг или супруга делают, что поделывают, и следить за тем, чтобы никаких выходов за правильные рамки не было. Вот это тоже объясняет Мальчик. Так или иначе, значит, имеется пророчество, имеется сомнение, имеется проблема. И Ахав придумывает две потрясающие штуки. Он обращается к Йошафату перед этой битвой с предложением. «Ты, — говорит, — оденься в свою царскую одежду. Ты воюй со всеми регами, А я оденусь в костюм простого солдата». Ну, надо сказать, что костюм простого солдата, который одел Ахав, это была лучшая кольчуга, которую только он смог найти. Надо так понять. Почему это так, мы сейчас увидим. Но из текста ясно, что он нашел самую крепкую, самую лучшую и надежную кольчугу, которую только можно было себе представить. Нацепил ее на себя. Но никаких реганий, никаких царских отличий, никакого золоты парчи, ничего на нем не было. И он просто стоял в некой колеснице. Стоял в колеснице где-то по отдаль и смотрел за битвой. Значит, так он приготовился. А Ешафан, мол, спрашивается, что это он собрался, подставлять своего Шурина или Девери, как это, родственника своего подставлять. Значит, тут Раши, и потом дальше, комментаторы другие, Мальмем тоже, пишут странную вещь, что вот ты воюй в царской одежде, потому что ты не царь Израиля, а царь Иудеи, другой страны, и с тобой у них нет проблемы. Как нет проблемы? Пришел воевать с ними или не пришел? Человек же присоединился к воюющей против них армии. Что это значит? Оказывается, у арамейцев, был очень старый и очень хороший договор с Иудеями. То есть, Ешафан был союзником Бен-Адада. И то, что он приходит с ним сейчас воевать, это была какая-то странная такая вещь. И Бен-Адад, он тоже не хотел с ним ссориться. И он тоже не хотел с ним воевать. И поэтому еще, это одна из причин, по которой Бен-Адад решил, что вообще эту битву надо проводить какими-то абсолютно парадоксальными способами, чтобы никого не убивали, а вот только вот за царем Ахавом постоянно охотились. И Ешафан поверил Ахаву, что это так. И действительно подверг себя страшной опасности таким образом. Потому что получилось, что царь с регалями один. Мало ли там, перепутал кто, что они же все-таки не все там, не каждый воин является специалистом. Что с пословием Шафана, мы сейчас разберемся. Чего же добился, каких двух вещей добился Ахав? Первым делом. Понятно, что Ахав чувствовал, если не знал, что в его среде находится разведгруппа от арабейского царя. То есть, ну, не знать совсем о том, что у тебя в штабке, в Ставке Верховного Ломандования работает пара шпиона, очень трудно для действительно умного человека. И он подозревал, что информация протекает к арабейцам. А если она протекает к арабейцам, то опять-таки начинается шахматная партия. Ахав начинает просчитывать вперед. Он понимает, что Бенадата и так и будет действовать. Что Бенадат не хочет не терять своих людей, не убивать евреев. Ему сейчас это совершенно не нужно ничего. И он вообще воюет на своей территории. Ему что нужно? Ему нужно, чтобы мы пришли и ушли. И все. И чтобы как этот работ Гелат остался, был арабейским, так и остался. И все. А ему приходит такая информация, пророчество такое удивительное, что погибнет только Ахав. Так это же прекрасно. Если Ахав погибнет, это значит, что все эти подпольные договора про то, что в центре Дамаска находятся торговые площади, принадлежащие лично царю Ахаву. Все это и все хорошо. Немедленно из этих супермаркетов выкидываются эти люди Ахава, и все возвращается на круги своя. Понимаете? То есть это же идеально просто. Не война, а мечта. И Ахав прекрасно это понимает. Поэтому он должен переодеться ели-ка возможно, чтобы он просто не нашли. А что будет, если его не найдут? А вот если его не найдут, начнется бойня. Потому что, ну, посмотрели, посмотрели, Ахава нет. Стоят две армии, что они будут делать? Смотреть друг на друга, устраивать встречу на Эльбе, они будут убивать друг друга. Тем больше, евреи что идут делать? Рамон Геладнаш, евреи идут освобождать свою территорию. Их накачали, евреи идут воевать. Ну, так все будет правильно. Значит, если меня не обнаружат, но тут какая еще другая идет. Он опасался, пишет Мальбин, слов пророка. И поэтому он хотел, чтобы с помощью вот его вот этого поступка, что он переоделся в солдата, пророчество частично исполнилось. Что означает? В пророчестве сказано, что евреи, как овцы, по горам, и у них нет хозяина. Вот, пожалуйста, пророчество исполнилось. Где царь? Нет царь. Вы царе не видали? Не видали? Все. И это, между прочим, не просто фокус. И не просто дурацкая такая военная хитрость простая, ничего подобного. Тут есть очень хитрый Мальбин. Значит, Мальбин приводит целый список, пример, когда вот это такое замечательно сработает. Например, фараон перед исходом евреев говорит, рано, перед вами страшная звезда восходит, вы выходите в аспекте Марса, говорит фараон евреев. Куда вы пройдетесь, у вас будет неприятно себя перережут. А, должна пролиться кровь, говорит Маш Равен. И делает обрезание всем евреям перед исходом, чтобы уже пролилась кровь и сработало. Раз. Второе. Значит, предсказано Маш Равен, что еврейский пророк, спаситель еврейского народа, должен погибнуть из-за воды. Что делает Ехавет? Пускает плавать своего ребенка по Нилу. Что, мол, Маш Равен уже попал в воду, все. Все уже пропало. Звездочеты фараона видят, что-то там произошло с водой, успокаиваются. То есть, такие вещи, в принципе, сработают еще как могут, если под пророчество подложить какую-то ситуацию, которая полностью ему подходит. Поэтому нету никакого царя. Все. Царь снимает все свои царские регалии, переоделся, все. И это действительно было тем моментом, который в этой войне стал ключевым. потому что весь финал со всеми действиями Ахава и с тем, что произошло в момент этой битвы, нуждается в каком-то совершенно отдельном разбирательстве. Потому что действительно, вот парадокс этой битвы, от которого я наталкивался, о котором начал говорить, он в том, что, похоже, никто никого таки не убивал. то есть евреи, они теснили врага. Каким образом? То есть они постепенно, так сказать, ну, осторожно, наступали, а те так отступали. Как-то какие-то были маневры на поле, эти сюда, а эти туда, и вот как-то так, вот такие перемещения, перемещения, перемещения. И при этом вся арабейская армия, значит, во всяком случае, весь офицерский состав, руководство искало царя Ахалу, где царь. И найти его не могли. И тут увидели человека в царской одежде, где шафар. И они, то есть, несколько десятков офицеров, которые были арабейскими, они все прямо на него поехали. В его сторону. Что он сделал? Что может сделать большой правильник, когда на него едут? Шмай и срой! То есть, он начал молиться. А что еще? Ну, значит, не было. Это не тот! Буквально вот, пру! Остановились! Не запутались мы? Нам кого просили? Это не тот! А это кто? А-а-а! Они его узнали по голосу. То есть, издали его по виду особо не разными, но по голосу они его узнали, потому что ешафат, он очень был такой праведный человек, и молитвы, и выступать любил, и вообще, то есть, уроки проводил. И даже эти арамейские офицеры, видимо, там были какие-то совместные мероприятия, даже были И союзники, они узнали его по голосу, что это же ее Шаафа, это же наш союзник. Нам вообще не верили его трогать. Все. И они развернулись и уехали. И эта война продолжалась несколько часов. Эта битва, совершенно непонятная, бескровная, с каким-то передвижением и перемещением, продолжалась несколько часов. Что происходило во время этих нескольких часов? Практически в самом начале битвы царь Ахав уже был смертельно ранен. И смертельно ранен он был совершенно парадоксальным способом. Потому что, может быть, он вообще был один, этот арамейский солдат, который не сориентировался и куда-то выстрелил. Он, ну, все-таки же война. Да, был приказ ничего не делать, а просто топтаться, какие-то реверансы в одну сторону, в другую сторону. Был такой приказ. Но все-таки же какая-то война. И он как-то так выстрелил из лука, ну, в ту сторону. И он попал в царя Ахава. Попал он в царя Ахава, причем как он попал в царя Ахава? Здесь совершенно четко в самом тексте книги написано, куда и как он попал. Он попал ему между чешуйкой этого его кольчуги и теми железными скобами, на которых эта чешуйка лежит. У него задралась одна чешуйка на кольчуге. То есть вот так предпочел Творец закончить это сражение. То есть не просто там, чтобы его все-таки нашли, и в конце концов вы же могли найти, это же не иголка в стоге сена. Могли найти этого Ахава, его могли узнать в лицо, его в принципе знали. Нет. Вот именно там. В слепую выстрел, который попадает, вот откуда мы знаем, что это была такая супер кольчуга. Потому что из этого видно, из этого места видно, что если бы не задралась эта штука, эта чешуйка не задралась на кольчуге, эта стрела могла бы даже и не пробить эту кольчугу. То есть, ну, может быть, там был бы ранен или что-то там такое, да? Но не смертельно ранен. А так она просто воткнулась туда, куда можно, в дырочку. Как шарик в нюх. Обидно, когда надеваешь бронежилет, а получаешь по морде. Да. И этот момент... А? Сильбург такой, кратка, кратка. Да, да, чуть-чуть. Понимаете, этот момент, он ужасен не тем, что вот так все совпало, а тем, что дальше происходит. Что делает дача Сариха? Правильно, смертельно. Он стоит в своей этой небольшой, стоящей на боку, не рядом с битвой, стоящей этой брички, этой маленькой такой тележки, в которой находился. Колесница. Стоит в ней несколько часов. Вот все то время, пока продолжалось это движение, пока евреи теснили, и создавалось действительно впечатление, что наши наступают. И что наши оттесняют врага по всему фронту. Потому что враг постепенно действительно так отступает, какие-то маневры происходят. Но в общем и целом фронт-то движется, мы его тесним врага. Все это время, эти часы передвижения. Ахав, смертельно раненый, стоял в колеснице. Потому что в отличие от арамейцев, евреи знали, где Ахав. Евреи знали, где их царь, и просто понимали, что он переоделся. Но они-то знали, что, и они все время на него оглядывают. Стоит ли, смотрит ли, руководит ли царь. Царь думал, что вот его пример, его фигура могучая, которая стоит в колеснице, это все. И что если он сейчас упадет, раненый, если сейчас скажет, увезите меня, лечите меня, перевяжите меня, то армия побежит, и Рамон Гелат будет не наш. Так он думал. И он стоял до последней секунды. Как здесь объясняет Маги, знаменитое выражение воевольного того Рина, что прошла песня по лагерю. Рина Вабахан. Говорит, песня прошла по лагерю. Ну, блин. Прямой перевод, не обязательно песня. Информация. Звук пошел по лагерю. Что умер Ахам. То есть тогда, когда он уже фактически не мог стоять, и он после этого, соответственно, упал, мертвый, он достоял до смерти. Этот могучий человек достоял до собственной смерти только после этого. Когда он мертвый был, он уже упал. Так прошла информация по лагерю, что Ахам погиб. Все это передавали друг другу. Передали. Арамейцы это тоже услышали, потому что все кричали. Евреи кричали, что Ахам погиб. Бен-Адад немедленно сказал, прекратите вообще всякие движения. Все, все. Война кончилась. И евреи стали уходить. Просто расходить. Никто их не преследовал. Никто на них не нападал. Это безумная битва, самая парадоксальная во всем нашем Танахе. Она таким образом и закончилась. Стояли арамейцы там, где они стояли. И евреи так просто пошли, разошлись. Пошли обратно. Домой. Но ужас положений, вот этот страшный момент, о котором я говорю, заключается в том, что беспримерное мужество царя Ахавы, его вот это вот стояние в колеснице, истекающего кровью Ахавы, стояние в колеснице, сколько крови из него вышло, мы сейчас будем учить специально. Что было с этой кровью? Оно было абсолютно бесполезно. Не то, что бесполезно, он неправильно понимал ситуацию. Как только он умер, евреи, которые воевали, евреи, которые были в армии, они обрадовались. Тут не случайно написано, что песня пошла по лагерям. Умер злодей, умер негодяй, передавали друг другу. А сами-то они что? Идут поклонники. Нет. Отсюда мы опять видим, что с собой Ахав притащил прежде всего самых правильных, самых праведных евреев, которые только могут иметь большие заслуги во время войны. Не только их, конечно. На этих в авангар. И так или иначе, поскольку 7 тысяч человек, которые не поклонялись, которые были нормальными евреями, 7 тысяч человек было в этой армии, 7 тысяч было радостных воплей, что наконец царь и дал поклонник, царь, который женился на царице Изевель, изводивший, убивавший пророков, этот царь наконец погиб. Это было счастье всенародных. И все остальные тоже подхватили. Вообще-то для народа очень часто бывает приятным таким моментом, радостным. Когда никакого руководства нет, и царь, которого прямо вчера еще считали солнцем на небосводе, он умер, и топтать его, и плевать на него, и радоваться, что он умер, это в общем очень такой вот здоровый народный вариант реакции. И вот этот вот момент, он стоит, и вот он думает, что если я сейчас скажу, увезите и перевяжите меня, и давайте будем меня спасать, наша армия побежит. «Нет, я должен стоять!» И как только он падает, наконец сдох собака. Ужасный исторический момент. Такой простой, такой оголенные провода истории здесь. Великий герой, и реакция на его великое геройство, наконец сдох, освободил нас от своего присутствия. О чем думал Ахав, когда стоял, понимая, что он умирает? Очень сложно сказать. Но последний гвоздь в эту историю, которая уже совсем обрастает, знаете, таким жутким, жуткой такой пеленой экзистенциальности, эта история обрастает, в последний гвоздь сбивает мальмем, когда говорит, что сам Ахав приказал всем сказать, что он умирал. Понимаете? Потому что здесь сказано, что он стоял, 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 а потом прошла песня по лагерю. Что это означает? Это означает, что он за несколько секунд буквально, ну он понимает, что сейчас он потеряет сознание и умрет. Он приказал своему, оруженосцу, своему слуге, скажи им, что я умею. И через несколько секунд потерял сознание и умрет. Вот этот вот пример мощного, такого совершенно беспримерного человека, который готов стоять до последней секунды своей жизни. Просто для того, чтобы стоять. Это очень напоминает всякие экзистенциальные книги. И вообще, если бы можно было снимать кино, какой вообще можно было бы снять фильм про этого человека? Просто про самого Ахава. Про его вот эту вот абсолютно парадоксальную судьбу, которая склеена из совершенно неподходящих друг другу элементов. Из-за донопоклонства и огромной любви к той. Из утыкивания всей святой земли идолами и бесконечной поддержки раввины по мудрецу. То есть из национальных интересов, которые вот так вот соблюдал, готовый стоять до последней секунды, чтобы вот умирая, но стоя в этой колеснице, чтобы только народ видел, что он еще стоит, с одной стороны, с другой стороны конфискация этого несчастного виноградника со всей этой омерзительной истории. То есть все вот это вот сочленялось в одной личности. Совершенно поразительный человек. Вся колесница за эти часы наполнилась его кровью. То есть фактически он, наверное, и умер от потери крови. То есть у него все, что только можно, из него вылилось. И целая колесница с кровью, в которой лежала, сам царь приехала в Шамирон. И здесь книга нам сообщает следующее. И умер царь. И был доставлен в Шамирон. И похоронили царя в Шамироне. И была омыта колесница, то есть колесницу царя после похорон, после похорон. То есть сначала занимались отдачей, так сказать, последнего долга его тела, похоронили его. Колесницу мыли в барихат Шамирон. В озерке, рядом была речка, озерцо такое, рядом с Шамироном. И когда выливали кровь из этой колесницы, эту кровь, лакали псы, известная вещь, как мы с вами упоминали, пророчество Ильявы, что там, где лакали псы, кровь на бота, там они будут лакать твою кровь, сказал пророк Ильяву, обязательно должно было бы это быть. Значит, псы ели, пили эту кровь. Но самое ужасное, что здесь написано, и блудницы мылись. Вот эти два слова, зоноты Рахацу, они привели в смятение наших великих мудрецов. Просто. Потому что многие пытаются аллегорически толковать это. ну, азонот, блудницы, от словов изъянот, видения, которые, видения, которые исполнились, Рахацу, по-другому, не мылись, а исполнились, были уверены, исполнились. Как-то по-другому. Не понимать это прямо. Для того, чтобы понять эту фразу прямо, нужен был Мацудат Давид, один из наших великих комментаторов, который именно вот простой смысл книги, не боится. Блудницы мылись в этой, в этом озере, и они омывали свои тела кровью, которая смешана с водой. что это такое? Женщины легкого поведения, которые совершенно ничего не стесняются. Они там голые моются в этой брехе, в этой маленькой, в маленьком пруде, рядом с Шамиром. Они моются тогда, когда моют эту колесницу. И на них фактически, вот на этих блудниц, выливают кровь Ахава. Они понимают, что это кровь царя. Это же какое удовольствие для них. Такой особый момент бодрящий. бодрящий. Знаете, царь, который только что похоронил в мире. Свежий, царской кровью моются в луднице. Жуткая карта. Жуткая карта. Выходящая за рамки здорового человеческого восприятия. Страшная судьба, которая театральная. Да. Которая нуждается в отдельном осмыслии. Понимаете, конечно, тут вот так спокойно посидеть, собрать все события жизни царя Ахава, подумать, как это все шло. В вашем фильме это должна быть главная цель. А? В вашем фильме это должна быть мыем. Да, ну как, это же апогей иначе смотреть не будут. Это же апогей всего, понимаете? Никак ясно. Он был, как вы говорите, практически 50 на 50. И такое. Были злодеи, наверное, может быть, хуже. Гораздо, да. Непонятно. Понимаете, тут же какая театральность тут гораздо хуже. Я скрывал одну деталь деликатную. Так я и знал. Да. Сидишь и подозреваю. Сижу и подозреваю. Вы понимаете? Но сейчас я вам должен раскалываться, потому что здесь это написано напрямую. Дело в том, что среди аллегорических толкований этого места еще есть такое, которое показывает, собственно, где находились те инструменты, с помощью которых царица Изавель приводила царя Ахава в бодрое расположение духа перед близкими отношениями. Я как-то так уклончиво говорил о том, что супружеская ложа где-то там царица Изавель изготовила некие такие скульптурки, которые специально должны были приводить царя Ахава в особо приподнятое настроение. Я уж не знаю по каким причинам, то есть очень сложно судить об уровне извращенности этих всех взаимоотношений Ахава и Изавель. Эти скульптурки они находились прямо на его колеснице. То есть видимо чем-то там из-за какой-то банальности или из-за чего-то еще, мне очень трудно судить, я человек скромный простой в этом не понимаю, супружеская ложа царя не устраивала. И вот значит все это устраивалось там на этой колеснице на его и получилось так, как объясняется здесь, Медраша, что эти блудницы, то есть эти изображения блудниц, они мылись кровью Ахава. Вот они фигурки, они обливались его кровью, когда из него выливалась кровь. Еще один уровень понимания всей этой истории. в общем жуть такая именно очень в стиле знаете 20 века, то есть последние там десятилетия вот такая проза или такое кино очень-очень популярное такое жуткое психологическое натуралистическое зрелище. И мы еще раз убеждаемся в том, что Танах книга совершенно безграничная. и понимаете записано это все две с половиной тысячи лет назад, весь этот материал две с половиной тысячи лет уже известен и какие здесь вещи написаны, до которых и по жанру, и по пониманию постепенно доходит искусство мировое. То есть именно потому, что здесь записывается все тем и диктуется тем, кто находится вне времени. То есть поскольку творец находится вне времени, он все абсолютно возможности и жанры в тонах поместит. В этом совершенно выходящая за рамки всего характеристика этой книги. Потому что здесь можно все абсолютно найти, любые повороты, любые картины, картины совершенно страшные, алогичные, абсурдные. То есть когда я первый раз это учил, я был естественно очень-очень молодым человеком и только-только пришел из западноевропейской философии в Иударисе. И я вот когда вот это все читал, естественно первое, что у меня стояло перед глазами, это произведение вот этих вот после Первой мировой войны и во время Второй и после Второй мировой войны экзистенциалитов, философов, пусть не будут рядом со святой книгой помянутой, которые говорят, что для того, чтобы устоять человеку, для того, чтобы устоять в этой реальности, ну, они тогда пережившие две войны и видевшие весь ад и кошмар того, что там происходило, они писали, что для того, чтобы человек устоял в той реальности, в которой он находится, ну, должно быть беспредельное мужество, беспредельное мужество перед лицом бытия абсурда, в котором он существует. И вот этот Ахав, который стоит в колеснице, несмотря ни на что, Непонятно зачем он стоит в этой колеснице, обливается кровью весь, умирает. До последней секунды он все равно стоит, из него льется, и он говорит, хорошо, скажите всем, что я умер, и умирает. Вот это вот прям ложится. Евреи, что тут такого? А? Евреи, что тут такого? Ну да. Ну да, что тут такого. Понимаете? То есть он демонстрирует, это же абсурд. Это очень абсурдное поведение, на самом деле. Но поскольку это тот абсурд, которому противопоставляется мужество, а я все равно буду стоять. Это удивительно. Аладдин? Да. Но... Рам. Это немножко не вяжется. Потому что раз он кому-то сказал, что я умираю, то жертва стояла рядом. Он стоял рядом и не видел, что полная колесница крови. Видел? Прекрасно. Ну и что же он стоял? Царь ему сказал. Молчать? Он стоял. Он стоял специально. Он сказал, что я буду стоять. Нельзя мне. Иначе сейчас... Рамон Геланнаш. Мы сейчас проиграемся. Он специально стоял. Показано, что это удивительное дело. Не очень часто. Он видит себя человек. Это совершенно не так. Вообще. Вообще. Он считал себя, понимаете, такой козырной картой в этой войне. Что вот сейчас вокруг него все строится. Стоило ему умереть. Народ запел песни. То есть мы себя оцениваем, понятно как. Но это совершенно... Это вообще отдельный источник. Живем в иллюзии. Да, живем. Но хотим, хотим вот это вот видеть. Дальше такая фраза. А остальные дела Ахава, все, что он сделал, и Бейташер, город, который он построил, и все города, которые он построил, это все описано в летописях царей Израиля. То есть оказывается, кроме того, что он отнимал виноградники и заставлял святую землю до лопатмоса, он строил города, развивал инструктуру, вообще занимался социальными программами. То есть был человек, который, в общем, имел определенные звезды Давида на своем фюзеляже. То есть некоторые заслуги были. И вот он был похоронен, и его сын Ахазьяу, Ахазья, стал царствовать вместо него. А Изевель, про Изевель почему-то здесь не написано. Мы буквально вот-вот будем об этом заниматься. Дальше почему-то делается перерыв на Йошафата. А Йошафат, сын Асы, царствовал над Иудой. Это только здесь, потому что до этого подробно про Иошафата вообще не было речи. То есть он как просто участник истории Ахаза, родственник. А вот сейчас, он царствовал над Иудой. И воцарился он в четвертом году царствования Ахаза. И ему было 35 лет, когда он воцарился после своего отца Асы, тоже праведника. И он 25 лет царствовал, прекрасных 25 лет, четверть века благоденствия. Ну, мы говорили с вами, что в другой книге, в параллельной вере и Йоми, вот этот весь период Сахава, он очень сокращен. А он наоборот про Йошафата написано во всех подробностях, сколько он всего сделал на территории Иудеи, какой он был великий молодец, праведник, и сколько он всего там настроил и наорганизовал. Вот. И он шел по дороге своего отца Асы, вообще не отклоняясь никуда, такой праведный человек, здесь написано. Единственное, с чем ни он, ни его отец не могли бороться, это, как мы с вами говорили, с личными жертвами. То есть отнять у еврея свою собственную синагогу на Бекьярде было невозможно. То есть можно было сделать все. То есть и идеальную субботу, и изучение Тора, и все. Но отнять личный жертв, который, естественно, маскировался, народ же не рассказывал, что у него личный жертв, кстати. И когда приходила инспекция кошерная, значит, которую направил Йошафат, говорили, что это никакой не жертвенник вообще, это просто... Барбекю? Да. Просто вот такой, здесь камешек стоит. В общем, невозможно было никого схватить за руку, и отнять это было нельзя. Потому что что человек делает на камне, это же невозможно следить. Человек берет баран, режет его, и дым идет. Это что такое? Надо, надо... Ну, он готовит этого, жарит этого барана. А он на самом деле его внутренности все правильные, как положено, все внутренности там зажигает. Ради Всевышнего же он это делает. Но, понимаете, из поколения в поколение, что вот у моего деда, у моего прадеда здесь стоял, это невозможно. Ничего нельзя было сделать. Это единственное, с чем не смогли справиться никто. То есть вот, это мой обычай, это мой жертвенник, это мой баран, и никуда с этого. Но, остальное все, прямо вот было замечательно. И у Шафана был мир с Израилем. Мы с вами говорили, что со времен Ярова, вяло текущая гражданская война между двумя еврейскими странами продолжалась. То стычки на границе, то какая-нибудь провокация, то какой-нибудь убьют. То есть Южная и Северная Корея, прям. Ну, то есть постоянно что-то происходило. Постоянно были какие-то трени и нехорошие вещи. Но во времена Яшафата, поскольку он был родственником царя Израиля, значит, был мир, был покой. Это 25 лет было нормального существования между двумя еврейскими странами, между двумя еврейскими государствами. Вот. И фактически здесь заканчивается рассказ об истории самого царя Яшафата. Больше ничего здесь не изложено. Вот. Вся информация, значит, в книге Девра-йон. И, в принципе, мы могли бы на самом-то деле здесь остановиться. Единственное, что последнее сегодня надо буквально в двух словах все-таки сказать, это то, что описание смерти царицы Израиля, страшно смерти царицы Израиля, оно вынесено за скобки всей этой истории. Почему-то книга не хочет сделать так, чтобы погиб царя Яшафа, и после этого сразу погибла его жена. То есть не хотят о них вместе говорить. То есть может быть какой-то элемент, мол, не рядом будь помянута, здесь имеется. То есть вот специально после смерти царя Ахау, где-то всей жуткой картиной с кровью, которая льется, и которую пьют собаки, они лубаются, блуднятся, заканчивается это все. Яшафат, царь Яшафат, такой праведник, такой молодец, буквально несколько слов про его политику, умер царь Яшафат, и только после этого идет какой-то разговор по поводу Израиля. То есть есть разграничение. То есть, наверное, видеть царя Ахау и его жену Изевель единым целым до какой-то степени все-таки он не должен. Хотя, конечно, Ахау был полностью уничтожен и наказан именно за то, что он был слишком откровенен с этой женщиной, и слишком близок с ней, и в итоге, конечно, именно она его и погубила, и они рассматривались до какой-то степени, как единое целое. Но после смерти царя Ахау книга не хочет этого делать. Теперь, я напомню только одну вещь, что несмотря на это все, в Талмуде, в трактате Сан-Ядрин, в последней главе совершенно ясно сказано, что царь Ахау один из трех великих еврейских царей, которые не имеют, так сказать, доли в будущем мире. То есть, это человек, который ни своей жизнью, ни своей смертью даже, не смог искупить свои проступки. И его ужасно жалко при этом. То есть, поскольку видно из всего, что здесь написано, насколько это был человек сильный, насколько это был человек широкий, сколько в нем было всяких идей и силы моральной, в том числе, и одновременно слабости, тем не менее, ничего, даже насильственная смерть в данном случае его не спасло. И кто два других? Два других это Яровам, соответственно, номер один, который все это начал, и царь Менаше, о котором речь впереди. Это уже царь, который был Иерушалаем, это иудейский царь, а не царь Израиля, который действительно дошел в своем поведении до некоторых вершин отрицательного порядка. И мы будем подробно говорить и об этом человеке, который тоже исключительно, исключительно сложный веществ. Давайте мы выключим на секунду. Игорь Негода. Игорь Негода.